Покупать новичкам отдельно взятые акции это рискованно, но потому что у людей элементарно нет способов оценить бизнес компании. Как в рулетке, да, то есть угадал не угадал, может выстрелить, может не выстрелить. Здесь уже давно всеми доказано, обоснованно, что начинающему инвестору нужно просто покупать индекс. Потому что в любом случае там есть ребалансировка индексов, компании, которые растут, они растут автоматически с индексом, да, компании, которые включают в индекс какие-то новые, они тоже появляются. Получается, что когда ты инвестируешь в индекс, то у тебя топовые компании всегда в портфеле присутствуют, а какие-нибудь неэффективные компании у тебя из индекса выгружаются. А так как это происходит автоматически, то снижаются издержки транзакционные на управление портфелем. А снижение издержек это прибыль клиента. Джон Богл еще в 80-х годах все это написал, рассказал. Хотите более подробно знать, соответственно, читайте книжку «Не верьте цифрам» Джона Богла. Самое простое, покупайте индексные фонды, когда стоит вопрос усреднения, не усрединять отдельно взятую акцию, потому что ты не понимаешь, почему она падает. Она может падать условно на новости какой-то, которая может привести к увеличению, например, затрат. У норильского никеля произошла техногенная какая-то ситуация, обрушилось там нефтехранилище, ущерб окружающей среде. Соответственно, в этом случае что происходит с компанией? Она начинает падать. Компании нужно будет компенсировать экологический вред, устранять последствия этой аварии. Откуда она это будет делать? Из чистой прибыли. Акционеры не получат чистой прибыли, человек сидит и говорит, но если я не получу прибыль, зачем мне эту акцию держать? И тогда, если ты понимаешь, что это какое-то временное явление, связанное с тем, что произошла катастрофа, прибыли может быть краткосрочно не будет, но долгосрочно ничего с бизнесом компании не произошло, можно на самом деле усредниться и купить. Но если возникает другая история, компания кодек, то есть появляются цифровые фотоаппараты, реально рынок распадается, и она начинает падать. И человек такой сидит и говорит, вот я услышал, что когда идет процесс усреднения, то в этом случае нужно постоянно покупать на усреднение. Этот кодек, он снижается, он его все покупает, 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 потом кодек приходит и говорит, ребят, ну все, цифровые камеры полностью у нас вытеснили с рынка, мы там прекращаем эту деятельность. Опять, чтобы минимизировать эти риски, или нужно потратить много времени и разбираться в фундаментальном анализе, или в принципе, если ты начинающий инвестор, и это не является твоей основной задачей, вопрос инвестирования, покупайте индексные фонды, в котором присутствует сразу комплексы всех акций. Мы богатыми становимся за счет двух вещей, то есть первое, это доходность инвестиций, в которую мы вкладываем, второе, это количество денег, которое мы вкладываем. И вот большинство людей из-за того, что они концентрируются на доходности, они, соответственно, пытаются найти различные схемы, чашу священного граиля, супер-пупер прогнозиста-аналитика, который им в будущем расскажет, как получить более высокую доходность, чем, например, по индексу. Но при этом получается, половина угадывает, половина не угадывает. И в итоге получается, так как половина угадали, половина не угадали, ты получил среднее значение. Среднее значение при этом ты мог бы получить, в принципе, точно так же, инвестируя в индекс. Не тратя свое время даже просто на просмотр вот этих вот заключений, анализов и прочее. Успех Баффета заключается не столько и не только в том, что он как бы переигрывает индекс в долгосрочном периоде, а в том, что он, по сути, наверное, уже с нулевых годов, да, говорит, покупайте индекс. Он говорит, если вы начинающий инвестор, у вас есть два варианта. Или купите акции компании Berkshire, наши собственные, Berkshire Headway, и тогда мы будем управлять. Или второй вариант, купите индексные фонды. Потому что уже доказано, там, десятилетним опытом, что индексное инвестирование при прочих равных условиях позволяет вам получить среднюю доходность. Любые попытки превозмочь среднюю доходность, они связаны или с тем, что вы попадете в ловушку условно людей, которые говорят, мы заработаем вам больше, чем вы заработаете на индексы, но за это мы возьмем комиссию. И размер комиссии настолько высок, что в итоге средняя доходность все равно получается равная индексу. Второй вариант, когда мы вас научим, каким образом инвестировать, за это нам заплатите деньги. В дальнейшем тратите свое собственное время на то, чтобы выбирать эти компании, занимая их техническим анализом, для того, чтобы опять-таки получить среднюю доходность. Есть еще и сдержки, которые люди не знают, которые при этом присутствуют. Это транзакционные сдержки. Это и сдержки, связанные с управлением. Брокерское обслуживание, депозитарное обслуживание, комиссии, заводы, выводы. Есть налоговые сдержки. Третье, ключевое. Люди не учитывают количество времени, которое ты тратишь на инвестиционную деятельность. 10 тысяч рублей в месяц направляешь на инвестиции. 5 тысяч рублей в фонд облигации. 5 тысяч рублей в фонд акций. Времени потребуется 5 минут. Сделаем гипотезу, что ты покупаешь 2-3 акции, 2-3 облигации. Оценить кредитное качество облигации. Какая доходность облигации. Какова комиссия, которую ты заплатишь. Какова ликвидность этого инструмента, который ты заплатишь. На облигации ушло там условно день. На акции день пришло принятие решения. 8 часов там, 8 часов там, 16 часов и 5 минут. Разница есть на принятии решения. А у человека в принципе есть понимание, сколько стоит минуты его времени. Получается, что абсолютная доходность, которую ты получаешь, опять-таки будет съедена транзакционными издержками, налоговыми издержками и издержками времени, которые ты на это непосредственно потратил. Вот изначально посыл, который есть, я хочу получить больше доходность индекса. А приори постановка вопроса неправильная. Потому что получить доходность выше индекса действительно сложно достаточно. И если я буду говорить что-либо обратное, то это вопрос просто моей некомпетентности. Желание халявы, которое присутствует, наверное, в любом обществе, в любом государстве, на это и ведутся, на этом зарабатываются. Когда смотрят на результаты долгосрочно успешных фондов, Berger Headway, фонд Redalio, тот же самый Templeton, Magellan. Да, у них доходность лучше индекса. Но у них доходность индекса лучше не за счет того, что они на растущем рынке зарабатывают больше, а не на падающем рынке падают меньше. Это ключевой момент, и люди должны просто элементарно это понять. Я говорю, ребят, измените свой подход к инвестированию. То есть есть проект «Миллион за восемь», где я лично для своих детей создаю капитал в миллион долларов. Там, получается, порядка 15% от всего портфеля находятся в консервативных фондах. То есть не в акциях, которые там взлетают или падают. В золоте находятся. И получается, что если портфель, в котором всего лишь 85% акций, обеспечивает рыночную доходность, как индекс, а еще 15% это у меня, по сути, получается для каждого ребенка резерв на случай непредвиденных событий. И я знаю, что в случае, если рынок будет падать, то у меня 85% портфеля будет падать, а 15% будет расти, потому что они в золото. Когда индекс падает, то золото растет. Результаты стратегии, как раз они это и показывают, что на падающем рынке портфель чувствует себя более комфортно. Рынок упал на 10%, портфель упал на 5%, рынок разворачивает, начинается расти. А так как портфель упал не на 10%, а на 5%, он раньше выходит в безубыточность и, соответственно, перформит рынок, то есть показывает более высокую доходность. И если посмотреть структуру всех фондов, всех каких-то звездных компаний, это не те, кто обеспечивает более высокую прибыль к индексу, а это те, кто достигают такой диверсификации своего портфеля, такой структуры портфеля, что на падающем рынке они просто падают меньше. И к этому, соответственно, нужно и стремиться. Средняя годовая доходность за 20-25 лет российского рынка составляет от 18% до 25%. Возьмем среднюю доходность, это получается 20% для ровного счета. То есть любая попытка обеспечить доходность сверх, она все равно будет связана с риском. Первый риск, который возможен, взять то же самое, что в индексе, но с плечом. И опять-таки за плечо нужно платить, то есть взять леверит, взять заемные капиталы, оперировать не только своими деньгами, но и заемными. Если ты заемным капиталом пользуешься, у тебя доходность на растущем рынке, если ты угадал, будет больше. Опять же, если говорить о стремлении к среднему значению, если ты не угадал, то у тебя убыток будет в два раза больше. Вторая история, это попытка выбрать каких-то фаворитов, которые тебе обеспечат потенциально более высокую доходность, чем непосредственно индекс. Но опять же, мы здесь приходим к вопросу, связанному с тем, что все бумаги, все компании, они стремятся к среднему значению. Если в какой-то момент времени они дают более высокую прибыль, в другой промежуток времени они будут давать более низкую прибыль, то есть по сути будут генерировать убыток. И опять тогда нужен компенсирующий механизм, то есть тебе опять нужен противовес, тебе нужна штанга, которая помимо этой бумаги тебе будет уравновешивать твой портфель. И это или страховка, за которую опять нужно платить, и примерно плата, которую ты будешь за это платить, она будет равна в абсолюте тому профиту, который будет переигрывать рынок. И ты опять пришел к среднему значению по индексу. Мы говорим про инвесторов с небольшими деньгами. Менее 10 миллионов рублей. Приходит человек, говорит, у меня 30 тысяч рублей, и я буду там по 3 тысячи рублей в месяц направлять на инвестиции. Просто даже, когда брокер это слышит, он скажет, ну знаете, у нас, во-первых, если у вас сумма менее 50 тысяч рублей, будет депозитарная комиссия, тысяча рублей в месяц, поэтому лучше вложите 50 тысяч рублей. И когда вложите 50 тысяч рублей, ему что предлагают? Структурную ноту, по его инвестиционный фонд, автоследование. То есть у нас есть супер-пупер трейдер, мы к нему, конечно, отношения не имеем, посмотрите его стейтмент, посмотрите его результаты, вот он 200% за год зарабатывает. Подписывайтесь, у вас там будет повышенная оборотная комиссия, плюс трейдеру вы будете отдавать там от 20 до 50% полученной прибыли. Люди подписываются и на этом зарабатывают. Потому что для брокера этот человек не интересен. Для брокера это исключительно затраты, и никакой прибыли от него нет. Тем более, если у него будет подход инвестиционный. Купи и держи. Все, что этот человек делает, он забирает кучу ресурсов. Рабочего времени у менеджеров, которые работают, арендная плата офиса, оборудование, предоставление выхода на биржу, обеспечение расчетов по сделкам. Все мое сообщение, которое я сейчас постарался изложить, заключается в том, что если вы начинающий, если вы новичок, сэкономьте свое время, если деньги небольшие, сфокусируйтесь на том, как увеличивать свой размер активного дохода, инвестируйте в индексные фонды долгосрочно и усредняйте. Вот тогда усреднение – хорошая история в этом. А когда капитал больше 10 миллионов, когда есть возможность получить индивидуального менеджера, когда есть возможность провести широкую диверсификацию своего портфеля, не только на российском рынке, но и на глобальном рынке, когда нужно достигать каких-то долгосрочных целей, там уже совершенно другой разговор. Там отношение времени и затрат, которые вы потратите на то, чтобы разобраться к тому капиталу, который вы имеете, оно целесообразно экономически. Когда же деньги небольшие, и человек начинает в этом разбираться, но он просто тратит кучу своего времени на неэффективные действия, в итоге все равно получит среднюю доходность. Просто вокруг него все заработают. Заработает трейдер, заработает брокер, заработает управляющая компания, а прибыль клиента вся останется в руках финансовой индустрии. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи. Продолжение следует...